Продолжение следует... Продолжение следует... В 1935 году Эйнштейн, Розен и Подольский, это его ученики и соратники, написали статью, в которой, ну, конечно, был главным там Эйнштейн, потому что он это заметил. Он заметил, что в квантовой механике квантовое поле ПСИ отличается от классических полей тем, что волновые функции в квантовой механике, они могут переплетаться так, что изменение над одной частицей вызовет изменение состояния другой. То есть они запутаны, это так называемые запутаны. В классике это не так. Поэтому квантовая механика, она принципиально отличается от классической вот такими явлениями, как перепутывание волновых функций. И вот это было в 1935 году, а в 1982 году впервые Алан Аспект, это французский физик, экспериментально доказал, что два фотона, испущенные из одного источника, могут быть перепутаны. И если мы изменим поляризацию одного фотона, значит, делается так, выпускается из одного источника два фотона. Они с помощью системы линз и зеркал полупрозрачных затем снова встречаются в какой-то точке. Оба пучка поляризованы. И вот если один пучок фотонов меняет свою поляризацию где-то, то второй фотон мгновенно тоже меняет за ним свою поляризацию. Вот связь оказывается такая. Причем это взаимодействие идет мгновенно. Эйнштейн, когда получил этот теоретический вывод, он сказал, ужасное дальнодействие. Это явление рушит постулат основной специальной теории относительности о том, что скорость света предельна для всех сигналов и не может быть превышена. А в этом случае оказалось, что даже если фотоны уйдут друг от друга на большие расстояния, там сотни тысяч километров, все равно мгновенно передается изменение, произведенное над одним фотоном, отражается на другом. Вот этот эффект, значит, за этот эффект в этом году получено тремя физиками, будет получено, сейчас пока они номинированы, в декабре будет объявлена об этом, о получении, будут вручать эту премию. Но, по крайней мере, для нас, для физиков, это знаменательное событие. Почему? Потому что до сих пор большинство физиков и теоретиков придерживаются точки зрения, что скорость света предельна. А мне лично известно несколько экспериментов, которые были проделаны и повторены. Я имею, например, в виду эксперименты Козырева о сигналах, идущих от удаленных звезд, когда сигнал приходил в приемное устройство со сверхсветовой скоростью. Эти эксперименты были повторены академиком Лаврентьевым с сотрудниками, это Новосибирская обсерватория. И, наконец, Акимов и Пугач тоже повторили где-то в 92-м году. Но, одним словом, в трех независимых обсерваториях наблюдался один эксперимент. Сигнал от звезд идет со сверхсветовой скоростью. Лаврентьев, поскольку он академик, он это напечатал в ДАН Академии наук, в докладах Академии наук. Но, несмотря на это, профессор Гейнсбург, Виталий Лазарович, он никак не мог это воспринять и говорил, что сверхсветовых сигналов не бывает. И вы знаете, многие из наших российских физиков, получившие результаты так, что сигнал распространяется со скоростью больше света, они шельмовались, что ли, со стороны Российской Академии наук, потому что считали, что мы являемся в этом смысле же учеными. А теперь за это дают Нобелевскую премию. Так что вот ситуация такая. Но, если говорить о том, с чем связано, какие последствия для физики, вообще и для философии, какие последствия следуют из этой Нобелевской премии, это признание научным сообществом мировым, что существуют сверхсветовые сигналы. Так вот, основные следствия эти таковы, что уже пользуясь чисто логическими выводами и зная специальные общие теории относительности, используя теоремы, которые внутри этих теорий доказаны, можно показать, что существуют кроме этого отрицательные массы и отрицательные энергии. То есть это фактически доказывает, что в природе могут существовать отрицательные массы и отрицательные энергии, что до сих пор было запрещено, хотя напомню, что Дирак, когда он нашел уравнение Дирака и решил это уравнение, то он показал, что существует, значит, состояние электрона с положительной отрицательной энергией. И вот это означает, что масса должна быть отрицательной, это была трудность. Потом из нее словесные нашли как бы выходы, вышли из этой ситуации определенным образом. Но на самом деле это позитрон, он был открыт, и позитрон можно рассматривать как электрон, который движется вспять во времени, то есть у него отрицательная масса. То есть это уже появилось как бы в физике вот в виде решения уравнения Дирака. Но и другие есть сведения. Например, вот я читал тут доклад, по-моему, Андрея Никитина, да? Анатолий Никитин, да, здесь присутствует? Нет, 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 нет. Александр Павлович Никитин. Это по поводу взрыва сверхновой? Сверхновой. Да, он там тоже говорит, что на 2 часа 40 минут сигналы раз. Да, вы понимаете, это означает, что вот прямо явный указатель. То есть вот в астрофизике мы это видим во многих явлениях. Также известна вот в УФН опубликована статья о том, что некоторые галактики разбегаются. Это не микрообъекты, не фотоны, а некоторые галактики разбегаются со скоростями относительными. Где-то 5 скоростей света. Ну и потом вот когда Аспид получил первый с фотонами, затем некоторые люди сделали это с электронами, то есть электроны поляризованные, то есть со спином разбегались. И потом это перешло даже на атомы элементов и на макроквантовые объекты. То есть макроквантовые объекты тоже между собой запутанные эти работы есть. Они сейчас делаются. В том числе и в нашей группе «Вторая физика». У нас есть два таких человека. Это Виталий Замша, который живет в Австралии, и Виктор Шкатов, который живет в Тюмени. Они делали такие эксперименты, когда у них фактически появилось макро-запутывание. Эти работы публиковали в наших журналах, выпускаемых Жигаловым. Так что это идет. И кроме того, в ЦЕРНе были, я помню, где-то тоже в 80-е годы, Тяпкин был такой теоретик. Тяпкин. Он, значит, работал в ЦЕРНе с группой наших ученых из Дубны. И они там в одной из, в одних серии экспериментов, они обнаружили нейтрино со сверхсветовыми скоростями. И журнал ЦЕРН опубликовал это все. Это есть публикация. Но, тем не менее, наши физики, потому что у нас вообще-то главенствует в физике, в теоретической школе Ландау. И вот ее представитель Виталий Генсбург, он, значит, до конца своей жизни твердо стоял на точке зрения, что таких не бывает скоростей передачи информации или сигнала. Ну, вот такая вот, значит, ситуация на сегодняшний день. А сегодня мы можем говорить, что это есть, и существует уже масса экспериментов, где скорость света превышена. Поэтому это знаменательное, конечно, событие. Теперь я открываю... Геннадий Иванович, посмотрите, у нас правило по кругу стало такое. Вот там вот руки подняли, вот уже пять человек. И вы просто один за другим, но у меня вот, я как вот один из администраторов хочу вам задать, вот воспользоваться, значит, такой очень хорошей возможностью. Вы чуть-чуть как бы подетальнее, может быть, объясните. Вот вы же сегодня выступали. Как вот с помощью вот тех теорий, которые вы развиваете, теории физического вакуума, могут получаться сверхсветовые сигналы. Я, кстати, напомню вам. Дело в том, что я с вами познакомился более-менее близко в 2014 году. И примерно, когда я начал ходить вот на семинар, даже нет, наверное, даже где-то чуть раньше, 2013, может быть, год, я начал ходить на семинар Самсоненко. Вот наши вебинары из семинара Самсоненко выросли, по сути дела. Да, так вот, я тогда вам задавал прямой этот вопрос относительно вот скоростей света, превышения. И вы тогда так уклонились, я откровенно скажу. Вот это было 8 лет или там 9, может быть, лет назад. То есть тогда вы еще вот в эту сторону смотрели очень и очень осторожно. Вот что у вас сейчас вот просто подетальнее на свою теорию? Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Во-первых, если мы возьмем те уравнения, которыми я сейчас занимаюсь, да, а их решение, вот само решение, носит триплетный характер. То есть есть решение, которое описывает объекты с досветовой скоростью, их называют обычно бродионы. Есть решение, которое описывает объекты, которые распространяются, движутся со скоростью света, их люксоны, ну, это фотоны и так далее. И есть объекты, которые движутся со сверхсветовыми скоростями. То есть один и тот же объект, он вот в трех лицах как бы появляется в решении этих уравнений. А вот дальше я это теоретически знал. Но говорить об этом в то время, вот восемь лет назад, было на меня и так уж много собак поспускали. Говорить об этом было, видимо, рано. Кроме того, за это время я очень много узнал о психофизических явлениях. Психофизика – это когда человек в измененном состоянии сознания, ну, и даже вот как бы вот так в реальном состоянии сознания, используя свое сознание, может действовать на материальные объекты по неизвестным нам пока законам. Ну, вот в частности, у нас в России был такой человек, его сейчас нет, Анатолий Антипов. Он жил в Пензе, и он был, в общем, занимался тяжелой атлетикой. Потом он заболел, и вдруг через некоторое время он почувствовал, что его тело, физическое тело, притягивает металлические объекты. Вплоть до того, что он притягивал плиты, три плиты по 50 килограмм. Три плиты по 50. Стою вертикально. И вы сами посудите, я знаю теорию гравитации Эйнштейна Ньютона. Но никакая теория гравитации не описывает то, что может делать человек своим сознанием. Поэтому это все вот меня и заставило ждать. Ой, извините. Слишком много говорить, это нужно что-то пить воду. Минуточку я сейчас, подище. Валерий Николаевич, можно пока я вам отвечу? Это Болдырева говорит. Да, Людмила Борисовна, конечно. Значит, этот вопрос решается, если вы примете теорию Феймана о том, что есть виртуальные частицы. И сам Эйнштейн не отрицал, что может быть процесс больше скорости света. У него формулируется следующим образом. Только в инерциальных системах есть ограничение скорости. А если система не инерциальная, там никакого ограничения скорости нет. Поэтому с точки зрения Феймана, можно есть виртуальные фотоны. И если в инерциальных системах эти фотоны взаимодействуют, то они просто ограничивают скорость. И больше ничего. Там чисто механическое объяснение, которое можно на пальцах написать, чтобы помочь уравнение Ньютона, буквально законов Ньютона, в две строчки. Да, Лариса, вы правы, что это сформулировано только для инерциальных систем отчета. Это принцип. А дальше пока неизвестно. Поэтому, а у нас… Почему? Вот извините, пожалуйста. Я сейчас закончу, я вас не буду больше перебивать. Вот сверстекучий спинный итог, который является безмассовым процессом, то есть он не инерциальный. Он описывает все абсолютные эксперименты, которые есть. Я все просматривала и с тышкой разговаривала. Вы знаете, что это один из наших таких обладателей. Да, да, я знаю. И он, и мы с ним говорили, он описывает все эксперименты, и он безинерционный, и поэтому и с точки зрения квантовой запутанности, например, два фотона, которые между собой коррелируют… Нет, Лариса, давайте я веду все-таки этот стол. Не надо… Я больше не буду… Ваш доклад все мы слышали. И повторять сейчас это не надо. Я больше не буду. И доказывать, что что-то там… Вы сейчас как бы повторяете свой доклад. Мы не для этого собрались. Мы должны задавать, отвечать вопросы и дискутировать. Я думаю, круглый стол можно обсуждать. Обсуждать, но для этого нужно поднять руку, вот как многие здесь… Ага, я не умею поднимать руку здесь. Ну ничего, научитесь. Давайте тогда начнем вопросами заниматься. Евгений, давайте первый вы подняли. Евгений Егоров. Да, Евгений Егоров. У вас холодно, наверное. Пать пора. И бирь, и лива, в Владивостоке, да. И холодно, да. Спасибо большое. Евгений Иванович, я вот здесь хочу сделать реплику по тому моменту, где вы декларировали, так сказать, Пенроуза, сказав, что существует три фундаментальных поля данных на… Это не Пенроуз сказал, а это я говорил. Пенроуз математик. Пенроуз математик. Ну он все равно, так сказать, эксперименты любит. И, во всяком случае, свою публикацию по поводу, так сказать, уроза Пенроуза он задерживал для того, чтобы запатентовать, так сказать, вот эту методику мощения полов фактически. Но, значит, вот это вот три фундаментальных поля данных нам в ощущениях, это не совсем верно. Почему? Потому что вот, ну, мною доказано, что воздействие векторного потенциала, да, на вещества приводит к тому, что изменяется такая… такой показатель, как плотность, достаточно фундаментальный. И, как следствие, если в зону вот этого модифицированного, измененного поливекторного потенциала поместить вещества с пьезоэлектрическими свойствами, то, соответственно, так сказать, на них должны возникать, так сказать, заряды. Вот. И, значит, это показано экспериментально, что у человека в мозгах, в самых, так сказать, интимных областях, внутри, так сказать, коннективы, соединяющие полушарии, там, и так далее, и тому подобное, существует так называемый мозговой песок. И вот этот вот мозговой песок, он, так сказать, обладает пьезоэлектрическими свойствами. И, соответственно, вот если воздействовать… Значит, господа, можно, Евгений, можно я прерву? Вот как мы будем вести стол? Значит, люди, которые подняли руки, они будут задавать вопросы, а не начинать рассказывать свои достижения. Потому что мы тогда несколько часов займем. Давайте так, вы задавайте вопросы какие-то, а я буду отвечать. Вот вы, например, Евгений, сказали, что вы не согласны с тем, что три поля только. Да, четыре. На мой взгляд, существует четыре поля. Ну вот, это просто ваш взгляд. Вы скажите, на мой взгляд, существует четыре поля. Под этим лежат экспериментальные данные. Подождите, я понимаю. Но вот для того, чтобы опять-таки… Просто мы сейчас обмениваемся как бы точками зрения. А вот вы сейчас начали пример говорить в качестве вашего примера. Это было электромагнитное поле, о котором я и говорю. То есть вы… Не совсем. Четвертое поле. Вот давайте так. Я говорил, если меня… Вы относительно меня. Я говорил о том, что три поля, которые даны нам в ощущениях. Четвертое поле. Я говорю, что их четыре. А какое четвертое, которое дано нам в ощущениях? Поле векторного потенциала. Так это электромагнитный потенциал-то. Электромагнитный? Ну, не совсем-то. А как это не совсем? Он подчиняется уравнению Максвелла, этот потенциал? Уважаемый Евгений, который из Владивостока. Я хочу сделать замечание, если позволит ведущий. Да, пожалуйста. Мы же с вами участвовали на нескольких конференциях. Вы, наверное, наши доклады тоже слышали. Короче, я буду очень краток. Вот это поле векторного потенциала… Вообще поле потенциала – это не суразица, не может быть такое. Потенциал, он прямо не влияет. Влияет поле. А вот такое словосочетание «поле потенциала» – это абракадабра. Она идет от эффекта аронного бомба. То есть там взяли, так сказать, и это поле векторного потенциала Аронов и Бол привлек для объяснения вот этого эффекта. Эффекта аронного бомба, который он получил в 1959 году этот коллектив. Автор даже Нобелевской премии. Вот. По соглашению векторных процессоров это объяснение было вытянуто с микро-уровня на макро-уровень. Это очень удобно. Так как это применяется в микро-физике, вернее, вот это вот поле векторного потенциала что-то объясняет. Значит, можно объяснять все подряд. Это, 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 это и это. Вот. Но мы с вами участвовали на многих совместных конференциях. Если вы были внимательны, то вот это вот поле векторного потенциала – это одно из названий всего лишь тех полей, которые обсуждались на вот этой конференции, где вы были лично и вы были приглашены в ноябре 2020 года, которое называлось «Физический вакуум парадигмом науки 21 века». Во всем этом есть единое название. Я говорю о поле векторного потенциала, который используется некоторыми автами. Спинорное поле. Сегодня мы слышали о нем, тем более сверхсвездовое спинорное поле. Информационное поле. Очень много названий. Электроторсионное поле. Единого названия пока нет, потому что комитет из высоких ученых пока еще не заседал и не принял решение, как это дело называть. Как эту область явления называть. Вот. Но. Вот последние разработки, в том числе и самого Геннадия Владимировича. Евгений Алексеевич, вы меня извините, но опять-таки мы начинаем, вот вы начинаете говорить о своих достижениях. Никто не должен ничего говорить о своих достижениях. И свою точку зрения. А вы должны задавать друг другу вопросы. Вот если у вас есть вопросы ко мне, я готов выслушать короткий вопрос и дать короткий ответ. Не надо, чтобы я вам сейчас начал объяснять свою теорию. Это невозможно. Для этого мало времени. И вообще это сложная правда. Собрайте очередь. Давайте так. Да, Геннадий Иванович. Геннадий Иванович прекрасно все формулирует. И он правильно, довольно жестко ведет. И я с этим согласен совершенно. Он каким-то образом... Геннадий Иванович, вы каким-то образом четвертое измерение пропадаете, когда немножко отодвигаетесь. За море куда-то вы там исчезаете. Геннадий Иванович совершенно правильно ведет и совершенно правильно ставит вопросы. Поэтому, друзья, мы обсуждаем сегодняшние доклады. Доклады, да. Собственные теории, которых у нас у каждого 25 штук. Поэтому, Евгений, пожалуйста, если есть что-то сказать по существу сегодняшних докладов, а не о своих достижениях, о писке в мозгах, то, пожалуйста, так? И давайте к следующему. Это не мои достижения. Вы понимаете, я понял, что круглый куст, что существует для обмена мнением. Задавали вопросы в ходе докладов. Видимо, я неправильно понял. Приношу извинения. Уважаемые обмена мнения по сегодняшним докладам. Евгений, мы вас абсолютно уважаем. Но мы должны просто очень по делу говорить. То есть вы сказали бы следующее. Геннадий, у тебя три поля. А я говорю, что есть четыре. Ну вот это мое мнение и все. И дальше пошли дальше. Потому что доказывать, что четыре поля и там что и как, это нет времени. Просто короткий вопрос, короткий ответ. Когда я закончил, благодарю за внимание. Вот все, спасибо. Всем счастья, здоровья. Можно наоборот. Спасибо. Давайте Евгений Андреев, пожалуйста. Задавайте вопросы. Да, Геннадий Иванович, у меня в соответствии с вашими, так сказать, пожеланиями, три коротких вопроса, на которые вы, наверное, сможете в одном спиче на них ответить. Первый. Существует ли материальный носитель, который движется со сверхсветовыми скоростями? Второй вопрос. Да. Второй вопрос. Я забуду, когда... Давайте по одному. Хорошо. Потому что я отвечу, а вы... Потому что там, значит, есть такой носитель. И таким носителем является, так скажем, если говорить на языке спина, спиновое поле. Вот то, о чем говорит госпожа Болдырева. Спасибо. Второй вопрос. Фитоны Акимова они еще называются. Да, пожалуйста. Да, спасибо. Второй вопрос. Каков диапазон скоростей объектов, которые двигаются сверхсвета? Диапазон об этом я сказать не могу, но вот эксперименты, которые я знаю, говорят, что 10 в четвертой, 10 в пятой С. Спасибо. И последний вопрос. Можно ли связать... От 10 в 48 степени. От 10 в 48 степени. Спасибо. Я выслушал ответ докладчика. И последний вопрос. Можно ли связать существование сверхсветовых скоростей со стадией инфляции при большом взрыве? Ой, нет. Вот этот вопрос я пропускаю, потому что я не могу дать на него ответ. Спасибо. И знаете, я скажу два слова. Почему? Я в эту теорию не верю, потому что там не выполняется закон сохранения. Там нет закона сохранения. Поэтому там все, что угодно можно говорить. Вот когда они сделают теорию, когда там выполнится закон сохранения, тогда будем обсуждать. А так бесполезно. То есть, если закон о сохранении выполняется при большом взрыве, значит, ваши возражения можно считать снятыми. А какие мои возражения? Если там будут выполняться законы сохранения, это будет означать, что должна родиться Вселенная не только с положительной массой, но и с отрицательной, чтобы было все компенсировано до нуля. Она рождается из нуля, положительная масса возникает, а где та отрицательная масса, которая должна ее компенсировать до нуля? Этот вопрос там не решен. Поэтому я не могу ничего сказать в рамках этой теории. Следующий, пожалуйста, человек. Геннадий Иванович, у меня такой вопрос. Вот с точки зрения здравого смысла. Что такое отрицательная масса в физическом смысле? Ну, масса – это количество материи, количественная характеристика материи. А с точки зрения здравого смысла, что такое отрицательная масса? Сейчас скажу, значит, этим вопросом очень много людей занималось. Вывод такой, что, значит, отрицательная масса – это еще для того, чтобы выполнялись все законы сохранения при рождении частиц из вакуума. И этим занимался известный физик Яков Петрович Терлецкий, преподавал в МГУ и в УРУДН. Ну, все, кто физики его знают, наверное. И он говорил, что вообще, говорит, не пара частиц рождаться должна, а четверка. И отрицательная масса необходима для выполнения закона сохранения при рождении материи из вакуума. Нет, я имею в виду физическое, с точки зрения здравого смысла, физическом смысле. Вот Терлецкий занимался, то, что он математические формулы писал – это его счастье, пусть он занимается. Природа ничего не знает о его математических способностях, я это не раз говорил. Вот с точки зрения здравого смысла, вот что такое отрицательная масса, как вы считаете? Ну, отрицательная масса – это когда массы, такие массы, которые по тем же, как вы говорите… Вот количество материи, это масса, это количество материи, количественная характеристика. Ну, что с точки зрения здравого смысла, вот нормального человека, отрицательная масса? Отрицательный заряд и положительный заряд. Причем здесь отрицательный заряд, я про массу. Так, давайте, чтобы коротко, я не могу ответить на этот вопрос. Понял, хорошо. Второй вопрос. Означают ли вот эти данные, то, что превышена скорость света – это полное отрицание специальной теории относительности, выведенной из преобразования Лоренца Эйнштейна, то есть всего релятивизма? Нет, эти преобразования Лоренца, они, как вы говорите, они как бы постулируются, а из них следует, что С постоянно. Значит, смотрите, никогда более общая теория не отрицает ту теорию, которая была перед этим. Она просто ее расширяет. Отрицания нет. Я специальную теорию относительности не отрицаю, потому что… Хорошо, она там, в принципе, весь математический аппарат, вот преобразование Лоренца, из которого высосан на… Это частный случай. Она полностью остается как частный случай. При превышении скорости света она полностью, все вот эти выводы, сделанные Эйнштейном, обнуляет. Да не обнуляется ничего. Как не обнуляет? Никогда. Никогда теория, вот теория по моим, вот в моих работах я исследовал. Теория Ньютона, механика Ньютона, вот вы знаете, да, есть механика Ньютона. Вот после Ньютона эта механика обобщалась и модифицировалась 16 раз. Я сразу скажу, сразу после Ньютона, значит, следующее, Даламбер, прямо они примерно в одно и то же время жили, он записал уравнение Ньютона так, что перенес все члены, включая силу инерции, в одну часть и приравнял все нулю. Говорят, что он сводил динамику к статике таким образом. На самом деле он приравнял силы инерции обычным ньютоновским силам. Это была первая модификация в механике и так далее. Но это не значит, что он зачеркнул механику Ньютона. Не значит. И другие есть. Квантовая механика возникла. Она не отрицает механику Ньютона. Конечно, вы можете стать на... Подождите, из уравнения преобразования Лоренса Уинштейна следует, что ни одно тело не может приближаться к скорости света. Они ограничены. Преобразование Лоренса – это не конец наших знаний. Тогда вся теория Уинштейна не верна, получается. Специальная теория. Теория Уинштейна. Мы всегда можем говорить, когда появляется новая теория, автор имеет право говорить, что старая теория не верна. Но я так не говорю. Я говорю, да, старая теория верна. Но при определенных ограничениях новой. А истина, она непознаваемая. А ради чего мы здесь собрались, скажите, пожалуйста? Да не надо. Это опять же дискуссия. Давайте вопрос-ответ. Это был вопрос. Но я не могу вам ответить. Вы ни на один вопрос не ответили. Я понял. Спасибо. Да, пожалуйста. Следующий, пожалуйста. Значит, я остановлюсь только на опыте Алана Аспе. Он показал коррелированность двух фотонов, излученных одним источником. Ну, в принципе, я считаю, что ему надо было бы еще продолжать. Вы вопрос задайте. Нас не интересует, что вы считаете. Задайте вопрос. Для того, чтобы вы поняли вопрос, я, так сказать, скажу то, что я считаю нужным. Значит, надо было бы провести эксперимент несвязанных между собой фотонов и посмотреть, коррелированы они или нет. Он этого не сделал. Но дело не в этом, а дело в том, что… Это бесконечно вы можете рассуждать. Нельзя. У нас нет времени. Послушайте. Значит, разговор идет о том, связаны между собой фотоны или нет. Так вот, они могут быть связаны не между собой. Они могут быть связаны с неким третьим элементом, который их коррелирует между собой. Если вы попробуете подбрасывать монеты, то вы увидите, что монеты коррелируют. Я думаю, что наш круглый стол будет длиться до бесконечности. Потому что каждый будет по каждому слову высказывать свое мнение, а не задавать вопросы. Понимаете, мы договорились. Задайте вам… Значит, скажите, пожалуйста, он номинирован на Номилевскую премию. Что вы ко мне, какие претензии ко мне, что надо было сделать ему, а он этого не сделал. Вот что вы говорите. Он сделал… Геннадий Иванович, Геннадий Иванович, Геннадий Иванович и Владислав Миркин. Давайте я вас остановлю. Значит, смотрите. Геннадий Иванович, вообще-то, ну, Владислав, может быть, не в форме вопроса, но мне кажется, идея интересная, здравая. Что-то можете вы сказать о том, что вот два фотона, например, коррелируют, ну, как предполагается, но он здравую мысль высказывает о том, что есть еще третье тело, которое эту корреляцию, как бы командует этой корреляцией. Что вы на эту тему думаете? Отвечаю на этот вопрос очень коротко. Над этим думали другие люди, и в частности Дэвид Бом. Он по поводу запутанности, он сказал, а вообще говоря, во Вселенной все совсем перепутано, потому что Вселенной правит голографический принцип. А в голограмме каждая точка, каждая отдельная частица, она несет информацию о всех других частицах. Вы знаете условия голограммы. Каждый бесконечно малый участок голограммы несет всю информацию о всей голограмме. И вот этот принцип, он более широкий, чем перепутывание. Но это другие, понимаете, если мы сейчас будем говорить о том, что мы знаем, и это очень много времени придет. Поэтому я считаю, что голограммный принцип голографии связывает третий электрон, четвертый, пятый. Все мы связаны. Это голографический принцип. Так устроена голограмма. Наш мир устроен голограммой. Геннадий Иванович, дайте сказать этому человеку, что он сказал. Вы говорите гораздо больше, чем он мог бы высказать. Пожалуйста. Вы меня имеете в виду? Да, мне Гиркина я имею в виду. Нет, Володя, мне задали вопрос, я отвечаю. Но я просто имел в виду, вот если вы будете подбрасывать две монеты одновременно, очень точно, так сказать, одним и тем же усилием, то эти монеты будут всегда падать одинаково, со 100%. То есть они будут коррелированы. И у вас в голове возникнет мысль, ой, две монеты связаны единой волновой функцией, а их связывает гравитационное поле Земли. То есть вот это третий элемент. Так вот, третий элемент может связывать между собой фотоны. Значит, вот эта вещь никому не приходила в голову, потому что тогда нужно сразу сказать, ой, это дело там вообще. Вот ваш пример, вот ваш пример. Да, приходило, и это не учитывали, потому что влияние земного тяготения на этот эксперимент бесконечно мало. Так я говорил про монеты, и у вас возникает мысль, что монеты связаны между собой волновой функцией, потому что они падают коррелированы. Так вот я тоже самое имею в виду, вот фотоны есть, но не гравитационное поле на них влияет. Вы уже начинаете передергивать. Вы сказали, не учитывается в этом эксперименте третий элемент – гравитационное поле. Я говорил про гравитационное поле только в связи с монетами, а с фотонами я говорю о том, что есть третий элемент, который… Да, может быть, эфир, о котором вы говорили. Именно этот эфир, именно так он и связан. А между прочим, Володя, между прочим, ты прав. То есть, если глубоко в это вникать, то там есть третий элемент – это эфир или физический вакуум, который обладает собственной энергией, энергией нулевых колебаний, которые действуют на все материальные объекты. Ответ такой. То есть, это они не учитывали. Ну, так значит, может быть, и нет дурного дальнодействия? Ну, я не знаю, мы сейчас обсуждаем, это тоже можно долго обсуждать, но человек получает Нобелевскую премию, и пусть он отвечает за свои эксперименты, и он же получил Нобелевскую. Я не могу за всех отвечать. Может быть, он не учел, потом мы учтем это. Ну, хорошо. Ну что, дальше можно, следующий. Давайте следующий. Уравнение электродинамики, уравнение объездов. Сейчас есть модифицированные уравнения, вот когда они выражены дробными производными. Они гораздо богаче, в общем-то, описывают. Вот мы пишем все это, пользуемся уравнениями целых производных, где теряется богатство. Полных. Вот вопрос следующий. Может, надо применять вот эти же новые модифицированные уравнения дробных производных, частных производных? Ну, конечно, можно. Вопрос только для описания чего? Вообще-то, уравнение применяется не просто так вот захотелось, а есть какая-то цель, надо решить какую-то задачу. Вот лично я шел по следующему пути. Эйнштейн оставил нам научную линию, что дальше делать. Он первый сказал, надо геометризировать электродинамику, а второй геометризировать правую часть уравнения Эйнштейна, тензор энергии импульса. И там, конечно, я использовал уравнения новые, не такие, как Эйнштейн и другие. То есть, в чем вопрос в том, какие уравнения использовать? Ну, дробные производные приводят к нелокальности отношения. Недробные, да. А, нет, это уже такие тонкости, вы говорите, пока нормальные. Просто вот, может, вам надо вооружиться. Вот, у Чайкина есть книга, есть, уже есть. Это пожелание, спасибо. Пожелание, без спокойствия. Спасибо. Следующий вопрос, Владимир. Давайте, Владимир. Я прошу прощения, здесь такие собрались монстры научные, что мое мнение может быть ошибочно. Договориться, да. Значит, вот последний запущенный Джеймс Веб, он прислал очень интересную информацию. Почему-то ее как-то в широкий научный мир не дали, но тем не менее. Значит, он рассмотрел далекие и сверхдалекие вот эти галактики, которые якобы после Большого взрыва на 13 миллиардов лет ушли. Он обнаружил очень интересную вещь, что если мы будем придерживаться концепции, что Вселенная расширяется, что пространство расширяется, что они, там уже у них красное размещение там на 13 ушло. Значит, то получается, что и свет, который от них пришел, он должен расшириться, и мы должны увидеть, ну, нечто гигантское. А мы видим обычные галактики. То есть свет шел 13 миллиардов лет, с галактиками ничего не случилось, со светом ничего не случилось. То есть это, по сути дела, ставит крест на вот эту вот темную энергию, которая там якобы расширяет нашу Вселенную. Ну и, соответственно, на очень много вопросов и Нобелевских премий, которые были получены. Вот это первый момент. И второй момент, значит, тут уже, по-моему, где-то, может, год или два назад корейцы выпустили статью, где сказали, что вот эти стандартные свечи, которые у нас есть, на которых мы меряем расстояние во Вселенной, они оказываются не так просты, как казалось бы. Что оказывается, что вот эта вот их светимость, она зависит не от того, сколько они прожили и где они, и от их веса, а зависит от того, насколько они стары. Понимаете? И этот момент тоже как бы убрали, потому что тогда все наши измерения, которые во Вселенной измерены, они идут, извините, как-то под хвост. Потому что вот наша наука, она, к сожалению, так устроена, что вот эти вот основные моменты, ну их проще замолчать и спасти теорию, которая существует. Вот, а еще у нас теоретики почему-то любят вот плодить новые сущности, но я не в обиду кому-то сказать, да, вот, когда можно некие явления объяснить существующими явлениями. Это как бы научный метод. И вот, в частности, о запутанности двух фотонов, которые изнесены и чувствуются мгновенно, да? Владимир, да, я вас услышал, и вы, в общем-то, не задали вопрос, а просто говорите, что есть теории, которые не совсем отвечают здравому смыслу. Типа, я с вами согласен, потому что мне известны работы, и я, например, слушал работу, доклад астрофизика на кафедре теоретики МГУ, вот, когда это еще было, можно собираться людям, то есть где-то год назад. Вот он, именно он профессиональный астрофизик, и он сказал, что вот эта теория расширения Вселенной требует сейчас пересмотра, потому что, оказывается, многие измерения времен, расстояние и так далее в астрофизике подвергаются критике. Понимаете, вот такая ситуация. То есть этого может и не быть, это как бы наши фантазии. К сожалению, я не специалист в астрофизике, но я слышал доклады специалистов, у которых большие сомнения по поводу расширения Вселенной. Ну, и вот вопрос о запутанности, вот вопрос к экспериментам Аспы, да, значит, когда у нас два фотона или два фотона запутаны, они должны быть в одном месте сосредоточены. И потом, когда они расходятся в разные стороны, они расходятся со скоростью света. И поэтому, когда мы один фотон, как наблюдатель, наблюдаем, мы видим, соответственно, сразу, какой там фотон. Но это не со сверхсветовой скоростью, потому что понадобилось время для того, чтобы их разнести на это расстояние. И поэтому здесь как бы вот этот эксперимент... Опять же, вы не задаете вопрос, а рассуждаете и приводите выводу лично к вы, что они ошибаются. Я не знаю, может быть, вы и правы, но человек получил Нобелевскую премию. Нет, нет, Аспы, я не прав. Понимаете, вы вот сейчас рассуждаете, используя свой багаж знаний. А они, там же не просто неграмотные люди сидят, это институты над этим работают, целые группы оснащенные. Хорошо, то есть там грамотные люди, которым можно доверить. Это не про эксперимент, Аспы, это я про объяснение того, что... Так вот, вы задаете вопрос, вот понимаете, как-то все люди настроены не задавать вопросы, а рассуждать об услышанном. Мне кажется, что круглый стол... Потому что нет, но на круглом столе это не значит, что вы должны свои какие-то сомнения в чем-то высказываться. Круглый стол это задание вопроса по сделанным докладам, как было сказано ведущим нашим. Да, вот хорошо, тогда по сделанному докладу. Значит, по поводу... Теперь у вас опять возник вопрос, да? А может быть, давайте не больше двух, а то... Ну, вот тут еще есть поднятые руки, давайте. Виктор, может быть, вы зададите вопрос. Виктор Романов. Романовский, да. Слышно меня? Да, да, да. У меня, к сожалению, вот не вопрос, если останется время. У меня есть такое рассуждение, мини-доклад на пять минут. То есть я пока могу снять руку, но если останется время, я вот хотел бы выступить. Ну, моя точка зрения... Давайте, Геннадий Иванович, продолжим, да? Да. А действительно, если вот аудитория сочтет необходимым, что можно послушать Романовского, потому что это уже... Он доклад, короче, предлагает на пять минут. Я знаю, что доклады на пять минут продолжаются 25 минут обычно. Да, и я хочу заметить, что мы уже говорим 50 минут, и в основном время уходит на то, чтобы человек как бы сам с собой разговаривает, а не задает вопросы. Когда нужно четко задать вопрос, это сложная работа, это непростая, очень сложная. И поэтому не хватает сил задать правильный вопрос. А вот Евгений Алексеевич Губарев хотел бы задать вопрос следующий. Да, вы знаете, вопрос я поставлю так, очень хитро. Да. Разделяете ли вы, Геннадий Иванович, точку зрения, что Владислав Иосифович Миркин задал очень хороший вопрос? Он предложил объяснение коррелированности, вернее, световой коррелированности фотонов или электронов, либо атомов, наличием или присутствием, или влиянием на этих фотонов или атомов третьего, либо поля, либо тела, чего-то третьего. Если это третье будет как бы введено в рассмотрение, то никакой сверхсвистовой коррелированности можно не вводить. Ответ, ответ. Потому что опять начинается рассуждение. Не надо. Значит, влияет ли третье присутствие третьего фотона на эксперимент Аспита? Не третьего фотона, а третьего тела. Тело, либо поле. Ну, я не знаю, вы точно тогда поставьте вопрос. Было два фотона, стало три. Будут изменения? Но они вылетели из одного связанного состояния. Вот третье тело – это их ранее связанное состояние. Я вам ответить сегодня, сейчас не могу. Для этого нужно написать уравнение и посмотреть, что получится. Ответ ясен. В общем, это очень правильный вопрос. Я присоединяюсь к мнению Владислава Иосифовича. Он задал очень правильный и верный вопрос. Ну, это другое уже дело. Я тоже считаю, что любой вопрос имеет право на существование. Вот следующий вопрос, пожалуйста. Задайте мне, князь. Это Виталий Алексеевич Киркинский. Виталий Киркинский, пожалуйста. Вот такой. Каковы ваши представления о физической природе эфира? Значит, смотрите. Эфир – это очень важное понятие в физике. Я даже написал там немного об истории эфира. И вы знаете, она начинается еще из древнеиндейских учений. 5000 лет назад говорится об эфире, но именно сказательно. Но эфир – это теория, которая возникла при создании, в основном получила развитие, возникла раньше при создании, конечно, электродинамики Максвелла Лоренца, потому что никак не могли тогда ученые представить, как может свет распространяться в пустоте. Нужна была среда. И вот они придумали. И я считаю, что эфир – это одна из ступеней к физическому вакууму, такому вакууму, который возник в квантовой теории вещества. Там, оказывается, пустота обладает энергией. То есть это вообще говоря не пустота, а некая среда. Там же есть нулевые колебания вакуума, которые теоретически подсчитаны, имеют безграничную энергию. Вот энергия нулевых колебаний теоретически равна бесконечности. И эта энергия присутствует в каждой точке. И есть другие, правда, расчеты, которые, она конечная, но очень большая. Так что на самом деле квантовая механика нам говорит, что есть такая среда, которую все-таки назвали вакуумом или физическим вакуумом. И из нее рождаются все частицы материи из физического вакуума. А предшественник физического вакуума – это конечный эфир, там 18-19 век эфир, и еще раньше в ведах индейских там было сказано об эфире. И об эфире очень много, и есть и произведений поэтических и так далее. Историю мы знаем, я понял. Ясного представления о физической природе пока нет у вас. Нет, я рассматриваю эфир как физический вакуум. А физическая природа что? Это есть просто явление, которое наблюдается. Вот и все. Что значит физическая природа? А физическая природа электрона знает кто-нибудь? Не знает. Есть просто явления, в которых электрон себя проявляет. И по этому проявлению мы создаем мнение о том, что такое электрон. Вот и все. Но мы знаем свойства электрона, а там, в общем, практически конкретное материальное состояние мы не знаем эфира. Я это и получил ответ. Спасибо. Пожалуйста. Вот я больше ничего не могу сказать. Так, Владимир, следующий Виктор был уже. Это все, я просто не убрал эти руки по разным причинам. Вот высекайло хочется, Филипп. Да, Филипп, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый день. Хотел узнать, вот в Ландау-Лившице там есть центробежный потенциал, вводится, эффективный потенциал называется. А у меня вопрос такой. А кто вообще первый все-таки ввел такие вот центробежные силы, центробежный потенциал? У вас есть на это ответ? Да, Господи, ваш доклад. Вы же называли двух людей. Это прежде всего Эйлер. Они же решали уравнение. Ну да, учитывается силы кто-то еще может быть раньше, чем в воде. Центробежный потенциал. У них в Лагранжиан ходит, ну, если на таком языке. Они писали уравнение, когда центробежная сила инерции, потому что точка либрации, она движется с ускорением вокруг некого центра тяжести. Ну, если центробежный потенциал видится, то можно сказать. Вот уравнение, которое использовал Эйлер и Лагранж, чтобы найти точки Эйлера и Лагранжа, они включают в себя центробежный потенциал, сила инерции. Центробежная сила инерции. Вы получаете уравнение третьей степени, в случае Эйлера, и находите три эти точки. Это решение кубического уравнения. Нет, понимаете, там вы же сами об этом все рассказывали. Нет, я договорил, поэтому мне как-то удивительно, почему вы не ссылаетесь на Лагранжа, Эйлера. Ну, как я ссылаюсь? У меня есть доклады и презентации. Ну, вот сейчас как-то прозвучало, что вы вроде бы как бы этот третий, который стал видеть. Вы меня на одной из конференций сподвигли. Когда вы начали рассказывать о точках либрации применительно к молекулярным системам, я так обрадовался, что стал это досконально изучать. Так что спасибо вам. На самом деле, мне вот сдается, что это Лейбниц сделал первый. Нет, нет, это два. Лагранж и, ну, уравнения-то решены для Лагранжа. Ну, Эйлера, наверное, ввел Лейбниц еще. Лейбниц. Нет, я не думаю, Лейбниц нет. Лейбниц – это времена Ньютона, они там между собой. Я думаю, что, Филипп, я думаю, что, может быть, действительно, вы не правы, потому что вот ведь Эйлер, вот решение задачи трех тел, это же оттуда все идет. Ну, такое впечатление, что до Эйлера никого не было. Был Лейбниц, Лейбниц – это дело. Потом там несколько людей, вот силы Кориолиса, Кориолис и так далее. Ну, вообще-то вот лучше, конечно, ссылаться. Я вот, когда говорю, что я что-то открыл, сделал, я, как бы, может быть, и в конец иногда ставлю фамилию там Эйлера или Лагранжа, но, тем не менее, надо ссылаться, потому что история – это большое дело. И вообще, вообще это дело, вот единица на Р в кубе – это сила, которая центробежная, это все-таки Лейбниц, не надо меня тут лечить. Лейбница, я не знаю. Да-да-да, откройте Википедию. Хорошо, спасибо, я посмотрю. И тогда мы выпьем за их здоровье. Спасибо, да. В этом свете. Потому что, ну, я считаю, что вот действительно брать и говорить, что вот там все, история – это очень важно, особенно история физики и философия даже. Согласен с вами. Вот почему-то взяли Гегеля, выкинули, так сказать, из курса. Ну, ладно, там научный коммунизм, чем он так надоел. Поэтому, ну, вот вопрос такой. Лейбница надо читать. Хотя, того же Эйлера читать невозможно. Лагранж говорил, если вы любите математику, читайте Эйлера. До фиг его прочитаешь, там так написано, что… Спасибо. Геннадий Викторович, вот я поднимал руку, но вы, возможно, ее не видите, потому что у меня все сверху, я сверху, Валерий Зателепин говорит, так вот. Да, Валерий Викторович, вы подняли руку, я слушаю. Да, значит, у меня тоже вопрос простенький, но для меня важно, может быть, что-то вы скажете. Ну, смотрите, вот уравнение Шредингера, нестационарное уравнение, оно параболического типа, так? Да. И уравнение параболического типа, оно имеет, значит, вот скорость распространения возмущения бесконечную. Поэтому вопрос такой простой, может быть, запутанность связана с тем, что вот этот квантово-механический эффект связан просто с бесконечной скоростью распространения возмущения? Значит, я отвечу так. Во-первых, уравнение Шредингера, вы имеете в виду, когда говорите гиперболического типа, то там первое производное по времени. Я говорю параболического типа. Параболическое, да. Параболического, а вот уравнение, например, ну, любые газономические, электродинамические, они как раз именно гиперболического. Поэтому там есть ограничения по скорости распространения возмущения. Если вы через него перескакиваете, то вам там нужно преодолеть что-то, там бесконечности возникают и так далее. Это вот более-менее понятно. А вот именно уравнение Шредингера, оно параболическое, и там скорость возмущения, распространения возмущения бесконечная. Это легко показать. Так вот, может быть, в этом все дело? Вы знаете, я, может быть, и в этом, но я в этом направлении не думал. Спасибо вам, я подумаю. Очевидная вещь, вы подумайте. Хорошо, спасибо, да. Я в этом направлении просто не думал. Да, Геннадий Иванович, у меня еще есть одно такое соображение по поводу вот этого, о чем Филипп говорил, значит, о силе, значит, от центробежной силы. Вот смотрите, ведь центробежная сила возникает при возникновении вращательных движений. При вращательных движениях у нас, если мы перейдем в систему координат, связанную, ну вот как точка либрации получает и так далее, если перейдем в систему координат, вращающуюся, вот таким образом, чтобы вращающееся тело там покоилось, то нам придется ввести так называемые переносные координаты, переносные скорости и переносные ускорения, чтобы все правильно соответствовало. Это показывает реально стандартная механика. Так вот, вот эта вот центробежная так называемая сила, о которой Филипп говорил, это есть просто математический фокус при переходе к покойщей системе координат, при вращении переносное ускорение. Я это так всегда воспринимал. Просто в бытовом смысле почему-то взяли и ввели новую силу. На самом деле это просто есть эффект перехода в другую систему координат. Вот и все. Ведь откуда возникает? Вот когда вы на этой самой, на карусели стоите, вы же покоитесь сами относительно себя. Поэтому вам кажется, что какая-то сила действует. Но на самом деле вы вращаетесь. Вот и все. Значит, я отвечу вам на этот вопрос следующим образом. Когда я занимался вот то, о чем вы говорите, и в библиотеке имени Ленина 100 учебников примерно имеется по механике. Я все их проанализировал. Это было давно. И оказалось, что из, допустим, стопроцентного состава ученых, которые занимаются силами инерции, 60% говорят, что они фиктивны и нереальны. Вот это слово «фиктивные силы» ввел Даламбер. И вы сейчас принадлежите как раз к числу тех, которые считают, что это просто преобразование координат, это никакие не силы. И так считают 60% механиков. Ну, я в большинстве, значит, это хорошо. Большинство. Но в науке голосованием вопросы не решаются. Вот я считаю силы инерции реальными силами. Более того, и вы делаете работы в механике, которые выходят за рамки ньютоновских представлений. Я знаю о них. И я тоже выхожу за рамки благодаря силам инерции. Почему? Да потому что они не подчиняются третьему закону Ньютона. Они полевые. Как бы неизвестно со стороны каких тел они приложены. Они действуют. Но со стороны чего они приложены? Это глубокие вопросы. И то, что физики поделились в механике на тех, которые считают их реальными, и которые считают их нереальными, это говорит о том, что вопрос не решен. И надо в нем разбираться. Это только об этом говорит. А спорить мы не будем. Надо разбираться. А соотношение... Нет, я спорить совсем не хочу. Я вашу точку зрения хотел услышать. Да, я понял. Я услышал. Я понял. Да, это тоже есть точка зрения. Но я стою на другой точке зрения. Я считаю силы инерции. Геннадий Иванович, а можно я вот... Это самое. Вот тут у нас Алексей Савченко присутствует. Вот вы, наверное, сегодня присутствовали. Вот он очень такое замечание интересное для меня, что вот принцип Циклера относительно не только достижения максимума, но и вот чуть-чуть сменит тему, может быть. Вот смотрите, не только это самое достижение существования в максимуме энтропии, но еще и путь движения к этому состоянию тоже определяется свойствами энтропии. Вот, а он сказал, что, наверное, не энтропии, говорил, наверное, не энтропии, а свободной энергии. А он, вот этот самый Савченко, Алексей, он присутствует. Я попрошу вам микрофон включить, может быть, пару слов сказать. А он как раз в своих работах двигал раньше, он сейчас почему-то в тень ушел, двигал идею о том, что энтропия тут определяет больше, чем энергии даже. Вот, Алексей, может, вы что-то скажете на эту тему? Вот свободную энергию энтропию. Сравните как-то. Ну, понятно. У меня много было работ по энтропии, потому что базовое образование у меня физхимии, металлоризм и так далее. А там, естественно, второй закон термодинамики и образование всех сплавов, растворов, все прочее. Оно как раз использовало это понятие. И было много работ на понимание физической сущности энтропии, особенно вот конфигурационной, которая вроде как не имеет энергетического смысла, хотя входит в выравнение термодинамики, где каждый член, первый это вот дельта аж, там поглощенное или выделенное тепло энергетически выражается в джоулях. И второй, Т на дельта С тоже, если мы переможем, мы получим энергию. Вот. Но это отдельный разговор. Там мне экспериментами и прочее удалось это понять. И много публикаций даже в рецензированных журналах, как вопросы материаловедения и так далее. Я не буду этого касаться, а тут вы имеете в виду, коснулись вот моего замечания на доклад Пархобова. Там, в принципе, во втором закон термодинамики может быть даже важнее, чем первый, потому что в первом это все-таки закон сохранения энергии, а тут уже энергия входит первым членом дельта аж и добавляется еще вот этот дельта С. Значит, и вот, как я уже сказал, что, в принципе, направление процесса, стремление его к равновесию определяется именно уменьшением свободной энергии. Просто в наших процессах очень большой вклад имеет энтропия. И как-то перешло то, что оно обычно, значит, дает ту же направленность. Увеличение энтропии приводит к уменьшению свободной энергии, потому что она входит там с обратным знаком. Но на самом деле надо учитывать и вот этот первый член, потому что есть многие процессы, как я уже сказал, где энтропия увеличивается, а процесс уменьшается, а процесс идет. Это когда конфигурационная энтропия из многих атомов образуется одно соединение. Естественно, как говорится, более структуризированная часть получается из многих компонентов один. Но, тем не менее, значит, процесс идет из-за того, что это соединение образуется уделением энергии и компенсирует вот это вот уменьшение энтропии. То есть свободная энергия все равно уменьшается. Но, в принципе, вот в тех уравнениях, что приводил Александр Георгиевич, там вот это вот МЭВЭ, он это как, ну, наиболее вероятное, это была первая реакция с образованием железа и больше всего выделением энергии. Ну, как раз это вот, немножко неточность, что это как бы характеризует увеличение энтропии. На самом деле это характеризует уменьшение своей свободной энергии за счет вот этого первого члена. То есть я сейчас не буду касаться вот глубинного смысла энтропии, его удалось вычислить, энергетическая его суть. Ну, в принципе, оно достаточно понятно, и все у нас процессы, допустим… Алексей, Алексей, извините, вы ответили, все, спасибо, так же, в луке уходить не буду. Геннадий Иванович, извините, вырвал, 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 продолжайте, пожалуйста. Да, да, ну вот смотрите, мы уже час 11 минут работаем, теперь, может быть, кто-то хочет задать кому-то другому вопросы по его докладу. Мне задавали, и я отвечал как мог. А может быть, Геннадий Иванович, может быть, мы на сегодня тогда уже круглый стол и закроем. Закроем? Ну, давайте, давайте, мы уже поработали, все устали. Мы нормально поработали. Вот, значит, сегодня на самом деле 8 часов, по сути дела, мы работаем. Друзья, тогда на этом мы заканчиваем. Спасибо Геннадию Ивановичу за проведение круглого стола. Виктору Романовскому я отвечаю, что попробуем что-то найти для вас в другой день. Не отчаивайтесь, не обижайтесь на нас. Спасибо, друзья. До завтра, до 12 часов. Всех приглашаем на следующее очень интересное заседание нашей конференции. Спасибо. Да. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Спасибо.